МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Для всех самозанятых граждан Нижегородской области стал доступен специальный режим налог на профессиональный доход. В Сарове его платят уже около 100 человек. Их освободили от использования контрольно-кассовой техники и отчетов перед государственными органами. Кому подходит новый режим и какие платежи он заменяет, расскажем в следующем репортаже. Специальный налоговый режим для самозанятых граждан налог на профессиональный доход с этого года ввели еще в 19 субъектах России, в число которых вошла Нижегородская область. Спецрежим могут применять индивидуальные предприниматели или граждане, которые получают деньги от самостоятельного введения деятельности, не имеют работодателя и не привлекают наемных сотрудников. Оказание косметологических услуг на дому, репетиторы, фото-видеосъемка на заказ, сдача в аренду посуточно или на долгий срок квартир, юридические консультации, перевозка пассажиров и грузов, организация праздников. Сюда же относятся и торговля продукцией собственного производства. Для тех, кто работает с физическими лицами, налоговая ставка составляет 4%. Для тех, кто имеет дело с юридическими лицами – 6%. Никакой отчетности сдавать не нужно. Чеки формируются, то есть это все делается в мобильном приложении. До 12-го числа вы формируете чеки, вам приходит сумма налога. Все автоматически. То есть заполнять ничего не нужно. И до 25-го числа вы должны будете его заплатить. Существенные плюсы новый налоговый режим имеет, например, для тех, кто официально сдает квартиру. Если ранее собственник платил 13% от суммы ежемесячного платежа, то теперь с него будут высчитать 4%. Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Зарегистрироваться можно на мобильном приложении «Мой налог», то есть на сайте налоговой службы, либо в банке. Для этого нужно только паспорт. Налог на профессиональный доход нужно платить, пока сумма дохода не превысит 2,4 млн рублей в течение года. Подробнее о новом режиме можно узнать в операционном зале налоговой инспекции на сайте ФНС России или по телефону 3-68-39. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией. По последним данным, число заразившихся превысило 20 тысяч человек. Более 400 умерли. Чтобы предотвратить быстрое распространение болезней, страны мира закрывают свои границы для пребывающих из Китая. Правительство нашей страны временно запретило туристические поездки между Россией и Китаем и оформление рабочих виз для граждан Кайнер. Как к угрозе эпидемии коронавируса относятся соровчане, выясняла наша съемочная группа. Смертельный вирус быстро распространяется по всему миру. Добрался он и до России. Сегодня в нашей стране коронавирусом заболело 2 человека. От Сарова до Китая несколько тысяч километров. Чувствуют ли себя соровчане в безопасности и как они будут спасаться от коронавируса? Пойдемте узнавать. Никак не будут спасаться пока, что пока ничего не... Пока то, что пишут, чем можно спасаться. Одни пишут, что надо этим спасаться лекарствами, другие медики же говорят, что только вред один. Так что пока не знаю. Конечно, нагнетают. Не знаю уж на сколько это все. Пока у нас, слава богу, все нормально. Но так же вот как бы масками будем стараться. Поменьше, наверное, в общественных местах бывать. Если до нас дойдет, то есть, что не дойдет. Будем маски одевать и уж если чего будем как-то это... Лук, чеснок, как всегда. Спасаться. Руки мыть нужно. Могаться. Ну, руки. Чеснок есть. Спасаться. Ну, у нас зона защищает, во-первых. И китайцы к нам мало ездят. Так что... Повязки защищают только не самого себя, а других. Ой, не знаю, я вообще-то гулять гуляю, не знаю как. Да все говорят, вот эти маски, все это бесполезное дело. Не знаю, не знаю. Вот одни так в маске, а другие говорят, что это маски, это все это бесполезное дело. Спасаться? Я не заболею. Я боженька бережу. Да никак. Все в голове, считаю. Я не знаю, поменьше контактировать с знакомыми людьми, наверное. Влечемся в Сарове. То есть, Саров нас защитит, да, нашу колючую проволоку? Ну, я думаю, да. Потому что, насколько я знаю, что, ну, что как бы это... Еще пока что только вот у китайцев. Самое важное, как спасти себя от коронавируса, это поддерживать чистоту рук. Часто мойте их или используйте дезинфицирующие средства. Для вас опрос про коронавирус проводили Ирина Вашегородцева и Артемий Глазков. Военный комиссариат Сарова сообщает о начале приема заявок на получение бесплатного военного образования в любом вузе и профессиональном училище, относящемся к Министерству обороны или Росгвардии. Заявки принимаются от юношей и девушек от 16 до 24 лет до 17 февраля. Уточнить список документов и сроки оформления можно по телефону 6 08 16. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчам приглашают пройти диспансеризацию. Проверить свое здоровье и по возможности на ранней стадии обнаружить хронические заболевания могут граждане, начиная с 2002 года рождения и далее по нисходящей шагам в 3 года. Диспансеризация включает в себя расчет индекса массы тела, электрокардиографию, флюорографию легких и ряд других процедур. Записаться на диспансеризацию можно по телефону 9 55 12 или в кабинете медосмотров номер 524 1-й париклиники. С 11 февраля в Сарове продолжат работу Центра досуга пожилых людей. Там можно будет послушать лекции специалистов Департамента городского хозяйства, управления пенсионного фонда КБ номер 50, управляющих организаций. Также горожане смогут пообщаться с представителями городской администрации и депутатского корпуса. Запланирована и развлекательная программа от творческих коллективов города. Центры культуры и досуга пожилых людей будут работать в библиотеке имени Маяковского, в Клубе по месту жительства «Восход», в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и в Клубе по месту жительства «Мечта». 7 февраля в Музее ядерного оружия пройдет вечер, посвященный 75-летию атомной отрасли. Такие встречи ко Дню российской науки стали традиционными и проходят ежегодно. Горожанам расскажут о становлении атомной промышленности и современных достижений Госкорпорации «Росатом». Гости вечера узнают об атомном флоте, передовых исследованиях современной науки, городах так называемой атомной десятки, перспективах отрасли и многом другом. В роли ведущей выступит главный специалист музея РФЦНЕВ Виктор Лукьянов. Начало в 18 часов, вход свободный. Музей ядерного оружия работает по адресу улица Музруково, дом 10. Команда «Пятый элемент» из пятой школы стала призером регионального этапа крупнейшего в Европе конкурса научно-технического творчества «Робофест». Седьмой по счету фестиваль робототехники прошел в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие более 400 ребят из разных городов России. Соровчане Александр Широких и Никита Пятякшев в направлении «Хеллоу робот» в номинации «Робо-путешественник» заняли третье место. Робот, ритмичный перебирая лапками, не спеша преодолевает извилистую дистанцию. На колесах он бы проехал быстрее, но по условиям конкурса в номинации «Робо-путешественник» колеса нельзя было использовать. Поэтому участники команды «Пятый элемент» Александр Широких и Никита Пятякшев собрали робота-паука. Задача состояла в том, чтобы пройти от старта до финиша, для того, чтобы заметить цвет меток и по данным цветам меток пройти через нужные поля данных цветов. Цвета было всего четыре. Красный, желтый, зеленый и синий. На региональном этапе конкурса научно-технического творчества «Робо-фест НН» юные инженеры-конструкторы с пятой школы заняли третье место в направлении «Хеллоу робот». Ребята собирали модель почти два часа. И, как признался Александр Широких, было трудно. Если честно, немного сложно, но тренировки днями мне помогли. Занимаются ребята в кружке робототехники, который ведет Вячеслав Геннадьевич Кошелев. Под его руководством не только мальчики, но и девочки учатся собирать и программировать роботов. Настя Панина впервые участвовала в фестивале. Вместе с одноклассниками она выступала в номинации «Робо-фишки». Мы тоже сами собирали робота. Он у нас был меньше и гораздо проще, чем робот-паук. Мы его собрали минут где-то за 20. В первом раз он сломался из-за того, что мы его случайно хрупкую деталь собрали, и она отвалилась во время соревнования. Но во втором заезд у нас получилось. Вячеслав Кошелев считает, что соревновательная робототехника дает детям уникальный опыт, который в школе они не получат. Ребята учатся быть самостоятельными, брать на себя ответственность за принятые решения и работать в команде. Каждая команда самостоятельно, без взрослых, без моего участия должна занять свое место, с нуля собрать робота, дальше на площадке тренировку провести и дальше выступить удачно. И проблема заключается в том, что навык в такой большой команде отвоевать себе место, он в сегодняшней жизни достаточно важен. Также на занятиях по робототехнике школьники применяют знания, которые получают на уроках физики и математики. И это, в свою очередь, улучшает успеваемость ребят по этим предметам. В библиотеке имени Маяковского стартовал фотоконкурс. Участникам предлагают запечатлеть на снимках моменты чтения книг, журналов, газет. Творческие работы принимаются в четырех номинациях. Экстрим чтение, читай где хочу, фотоплакат «Капитан книжных морей». Конкурс будет проходить до 15 апреля. Подробности в следующем репортаже. Для тех, кто любит творческие мысли, читать и фотографировать, сотрудники библиотеки имени Маяковского приготовили очередной фотоконкурс «Любовью к книгам мы горим». Горожанам предлагают сделать снимки, на которых запечатлено чтение книг дома, в библиотеке и совершенно неожиданных местах. Наш конкурс поможет горожанам организовать свой досуг интересно и также поможет сформировать позитивный имидж читающего человека и выявит талантливых авторов-фотохудожников нашего города. Фотоконкурс проводится в четырех номинациях. Экстрим чтение, читай где хочу, фотоплакат «Капитана книжных морей». В каждой из них выберут три победителя. Оценивать работы будет компетентное жюри. В состав жюри, помимо сотрудников нашей библиотеки, мы пригласили профессионального фотографа. Жюри определяет фотоработы, набравшие максимальное количество баллов. Победителем конкурса на приз зрительских симпатий станет фотография, набравшая наибольшее число голосов в результате голосования на сайте библиотеки. Приять участие в конкурсе «Любовью к книгам мы горим» просто. Достаточно распечатать цветную или черно-белую фотографии, придумать название и принести в библиотеку имени Маяковского до 15 апреля. Также нужно заполнить электронную заявку. Более подробную информацию можно узнать на сайте библиотеки. Награждение победителей конкурса состоится 15 мая. Для лиц старше 6 лет. Воспитанники детской и юношеской спортивной школы «Икар» стали призерами первенства Нижегородской области по рукопашному бою среди юниоров и юниорок. Спортсмены не единожды поднимались на педестал почета и привезли домой медали разного достоинства. 14 медалей привезли воспитанники детской спортивной школы «Икар» с областных соревнований по рукопашному бою. Андрей Баранов в своей возрастной категории завоевал бронзовую медаль. В турнире молодой человек участвует третий раз и постоянно повышает свои результаты. Перед боем я начинаю хорошо разминаться, чтобы весь мандраж с меня сходил. С бронзовой медалью домой приехал и Семен Титов. В своей возрастной категории молодому спортсмену пришлось встретиться сразу с тремя соперниками. Побороть первого Семена удалось легко. Во второй схватке молодой человек уступил противнику, а в третий собрался в волю в кулак и победил. Да, я доволен, потому что для первых соревнований я считаю, что это хороший результат. Я определенно получил большой опыт в боях. Теперь знаю, как будет лучше выступить. Турнир по рукопашному бою в Нижнем Новгороде проводится ежегодно. В этом году в нем приняло участие более 180 спортсменов со всей области. Всего наш город представили 23 воспитанника спортивной школы «Икар». Ребят подготовили тренеры Хабибулла Губайдулин и Валерий Трубин. Этот первенство области был отбор на привозке в федеральный округ. Основная масса, которая у нас сейчас будет ехать, они все заняли вообще притсовые места. Я доволен своими участниками. Хорошо выступили. В эти выходные спортсмены отправятся на первенство Мордовии, а после ребята поедут защищать честь нашего города в Ижевск. И это все, чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова